Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. Сегодня 4 июня и погода по-настоящему будет летняя. Подробнее об этом чуть позже, а сейчас об основных событиях. Глава республики Рашид Семрезов объявил этот год годом молодежи. В Черкесске прошло торжественное мероприятие, цель которого привлечь внимание к важности поддержки и развития молодого поколения на территории Карачаева Черкесии. Подробности у Али Баташева. Милена Халилова уже третий месяц работает в автономной некоммерческой организации «Моя карьера». Стенд это и других организаций, подведомственных Министерству молодежи Карачаева Черкесии, были представлены в фойе здания Дома культуры. Участие в подобных проектах помогает молодым людям найти работу, приобрести необходимый опыт, совершенствовать свои навыки общения и взаимодействия с людьми. Год назад, в апреле, я поучаствовала в первом мероприятии от министерства. Это было первое мое мероприятие. Это был акселератор социальных проектов. И после этого я начала активно участвовать в этих мероприятиях. И со временем я поняла, что то, что они делают, их деятельность, меня вдохновляет, нравится. Я захотела таким ребятам, как я, помочь. Неуверенным в себе, интровертам. Я хотела помочь им раскрыться и реализовать свой потенциал. Мы хотим, чтобы у них появилось представление о том, как они могут участвовать в наших процессах, как они могут быть вовлечены. И чтобы они могли задуматься над тем, а какие шаги им надо сделать самим, чтобы уже в следующем году быть активными участниками, пользователями продуктов, которые предполагает Росмолодежь и Министерство по делам молодежи. Заместитель министра по делам молодежи Республики Расул Найманов подробно рассказал о деятельности ведомства, в частности, проектах Минмол Карьера, Минмол Доброволец и других. Призвал молодых людей от 14 до 35 лет быть социально активными, сопричастными тому, что происходит в республике и стране. Приглашенные гости, студенты, бизнесмены и другие рассказывали о своей истории успеха, призывали молодежь не тратить время напрасно и активнее проявлять себя уже в юности. Берите планку выше, дерзайте, мечтайте, у вас все получится. Сегодня мир изменился, сегодня большое ускорение. Идите в ногу со временем, и у вас все будет хорошо. Уважайте друг друга, относитесь друг к другу хорошо. Ярким украшением концертной программы стал флешмоб, организованный представителями движения первых. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. 50 жителей Карачаева, Черкесии отправились совершать хадж в Саудовскую Аравию. Первую группу паломников напутствовал Кадзи и Карачаева, Черкесии, Мурадби, Хаджи Лайпанов. Богослов напомнил, что хадж один из пяти столпов ислама, его нужно совершать всем верующим, у кого есть такая возможность. На Святой Земле паломники пробудут на Курман-Байрам, который в этом году будет отмечаться 16 июня. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на черкесском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево, Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 11, днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10, температура ночью 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова